Можно было не доказывать мультипликативность символа или жанра отдельно, потому что есть очень простой критерий, очень простая формула Эггера. Символ А по П это А в степени П, ну, средний пополам по модулю П. Заметьте, это верно для всех. Если А делится на П, то здесь 0 и здесь тоже остаток 0. Как доказать? Очень просто. То есть сначала, если А, это квадратичная речка. Представьте себе, что А это Х квадрат по моду П. В таком случае А в степени П-1 пополам это Х квадрат в степени П-1 пополам. То есть Х в степени П-1, то есть 1. Заметьте, пожалуйста, это верно для всех квадратичных вычетов. Квадратичных вычетов, мы уже с вами знаем, П-1 пополам штук. Для квадратичных вычетов А в степени П-1 пополам дает остаток 1 при делении на П. Теперь давайте посмотрим, если число является квадратичным не вычетом. Тогда, конечно, такое сравнение не напишешь. Но малая теорема Ферма все равно верна. И давайте ее напишем. А в степени П-1 делится на П. Воспользуемся формой разности квадратов. Это А в степени П-1 пополам минус 1 умножить на А в степени П-1 пополам плюс 1. Так вот, смотрите. Это у нас делится. Произведение делится на Ф. Но при этом первая скобка для всех квадратичных вычетов дает нам ноль по модулю П. При этом, смотрите. Их ровно столько, какая здесь степень. Значит, вот у этого многочлена мы уже знаем П-1 пополам корней. Но у многочлена не бывает корней больше, чем в степени. Значит, корнями вот этого многочлена являются в точности квадратичные вычеты. А невычеты автоматически являются корнями второй скобки. Значит, для невычетов А в по минус 1 пополам степени это минус 1. Ну, как раз это и соответствует тому, что для невычетов по определению символа Рижана это минус 1. Критерий Эйлер доказан. Так. Кое-что из критерия Эйлера уже можно вывести. Заметьте, пожалуйста. Если А это, скажем, число 5, то не вполне ясно, что такое 5 в степени П-1 пополам. А вот если число А это минус 1, то мы с вами прямо по критерию Эйлера пишем, что минус 1 в степени П-1 пополам. Смотрите, П-1 пополам это вот что такое. Если П это 4Н плюс 1, то П-1 пополам это 2Н. Число черное. А вот если П это 4Н плюс 3, то П-1 пополам это будет 2Н плюс 1. Мы с вами, помните, разбирались, когда Х квадрат плюс 1 может делиться на простое число П, а когда не может делиться. Если П нечетное число простое, то у нас там был замечательный результат. Если 4Н плюс 1, то бывает, если 4Н плюс 3, то не бывает. Критерия Эйлера дал еще одно доказательство этому факту. Ну, причем, заметьте, крайне простое доказательство. Просто возвели минус 1 в степень П-1 пополам. Хорошо.